Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – признак перпендикулярности прямой и плоскости. Какие понятия и в названии темы вам известны? Прямая, плоскость, перпендикулярные, прямые. Для изучения новой темы нам понадобятся следующие вопросы. Первое. Верно ли, что если при пересечении двух прямых смежные углы равны, то прямые перпендикулярны? Сумма смежных углов равна 180 градусов. Так как они равны, то каждый угол будет равен 90 градусов, то есть прямые перпендикулярны. Представление о прямой перпендикулярной плоскости дают вертикальные стоящие опоры, колонны, столбы и т.д. Верно ли, что если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна каждой прямой, лежащей в этой плоскости? Да, верно. И это определение перпендикулярности прямой и плоскости. Прямая пересекающая плоскость называется перпендикулярной плоскостью, если она перпендикулярна каждой прямой, лежащей в этой плоскости. Для того, чтобы доказать, что прямая перпендикулярна плоскости, определение применить невозможно, так как придется проверять перпендикулярность бесконечного числа прямых. Так почему же мы не можем применить определение для доказательства перпендикулярности прямой и плоскости? Потому что для прямых в плоскости бесконечно много, и мы не сможем проверить, перпендикулярна ли она в каждой из них. Сегодня на уроке мы сформулируем и докажем признак перпендикулярности прямой и плоскости. Возникает вопрос, сколько нужно взять прямых в плоскости, чтобы можно было доказать перпендикулярность данной прямой А к данной плоскости? Проверим сначала, достаточно ли одной прямой. Рассмотрим модель. В качестве прямых возьмем ручки, в качестве плоскости – тетрадь. Разместим одну прямую в плоскости, а вторую перпендикулярно первой. Всегда ли вторая прямая перпендикулярна плоскости? Нет, потому что можно расположить прямую так, чтобы она была перпендикулярно прямой в плоскости, но не перпендикулярно самой плоскости. Значит, одной прямой недостаточно. Рассмотрим две прямые в плоскости. Как могут располагаться две прямые в плоскости? Они могут быть параллельны или пересекаться. Рассместим две прямые в плоскости параллельно, а третью перпендикулярно одной из них. Будет ли она перпендикулярна второй прямой? Да, будет. Всегда ли она будет перпендикулярна плоскости? Нет, не всегда, так как можно расположить прямую так, чтобы она была перпендикулярна прямой в плоскости, но не перпендикулярна самой плоскости Рассмотрим второй случай, когда прямые в плоскости пересекаются Вспомним ситуацию, когда нам нужно разместить в какой-нибудь объект перпендикулярно некоторой плоскости Например, случай, когда нужно установить елку Какую форму имеет подставка? Подставка имеет форму креста, а крест — это наши две пересекающиеся прямые в плоскости Поэтому разместим две прямые в плоскости так, чтобы они пересекались, а третью перпендикулярна этим прямым Можно ли разместить третью прямую так, чтобы она была перпендикулярна этим прямым, но не перпендикулярна плоскости? Нет, нельзя Какой же можно сделать из этого вывод? Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости, то она перпендикулярна плоскости Сформулируем признак перпендикулярности прямой и плоскости. Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна и этой плоскости. Докажем этот факт. Выполним рисунок. Что доно в условии? Плоскость, две пересекающиеся прямые в этой плоскости, и прямая перпендикулярна этим прямым. Обозначим плоскость альфа, пересекающиеся прямые P и Q, перпендикулярную им прямую A. Что нам нужно доказать? Нужно доказать, что прямая A перпендикулярна плоскости альфа. Для доказательства воспользуемся определением. Значит, что нам нужно показать? Нужно показать, что прямая A перпендикулярна каждой прямой лежащей плоскости альфа. Выберем произвольную прямую, третью в этой плоскости и покажем, что прямая А перпендикулярна этой прямой. Как показать, что прямые перпендикулярны? Вспомним повторение. Нужно показать, что смежные углы, образованные этими прямыми, равны. Построим точки А, В на прямой А так, что АО равно ОБ. Выберем точку на прямой Л и докажем, что треугольники равны. Выберем на прямой Л произвольную точку Л и проведем прямую, пересекающую прямую П и К. Рассмотрим треугольники АОК и КОБ. Какие это треугольники? Треугольники равны по двум катетам. Что следует из равенства треугольников? Из равенства треугольника следует, что прямые АК и КОБ равны. Рассмотрим пару треугольников АОП и БОП. Что известно про эти треугольники? Эти треугольники также равны по двум катетам, а значит АП равно БП. Рассмотрим треугольники АК и КОБ. Что можно сказать про эти треугольники? Эти треугольники равны по трем сторонам. Что следует из равенства треугольников? Из равенства треугольников следует, что угол АПК равен углу БПК. Равны ли треугольники АПЛ и БПЛ? Да. Треугольники равны по двум сторонам и углу между ними. Что следует из равенства треугольников АЛ и БЛ? Из равенства треугольников следует, что АЛ равно БЛ. Рассмотрим треугольники АОЛ и БОЛ. Равны ли эти треугольники? Треугольники равны по трем сторонам. И тогда что можно сказать про углы АОЛ и БОЛ? Эти углы смежны, а значит каждый из них прямой. Значит прямая А перпендикулярна прямой Л. Что можно сказать про прямую А и плоскость? Так как прямая Л выбрана произвольно, то прямая А перпендикулярна плоскости Альфа по определению. Теперь составим план доказательства теоремы. Первый пункт. Построение точек А, Б, Л, П, Кю и соответствующих треугольников. Далее. Необходимо доказать равенство треугольников АОП и БОП для определения равенства прямых АП и БП. Следующим пунктом является доказательство равенства треугольников АП, Кю и БП, Кю для доказательства равенства углов АП, Кю и БП, Кю. Четвертый пункт плана. Доказательство равенства треугольников АП, Л и БП, Л для доказательства равенства АЛ и БЛ. Из последних треугольников доказываем равенство углов. Прямая L перпендикулярна прямой A. Поскольку прямая L произвольная, то по определению прямая перпендикулярна плоскости. Значит, прямая A перпендикулярна плоскости α. Рассмотрим второй случай, если прямая A не проходит через точку O. В этом случае проведем через O прямую A1 параллельную прямой A. Если прямая A перпендикулярна прямым P и Q, а прямая A1 параллельна прямой A, то что можно сказать о взаимном расположении прямых А1, П и К? Прямая А1 перпендикулярна прямой П и прямая А1 перпендикулярна прямой К. Следовательно, по доказательству в первом случае прямая А1 перпендикулярна плоскости альфа. Так как располагается прямая А по отношению к плоскости альфа, учитывая, что А параллельна А1. Прямая А перпендикулярна плоскости альфа. Теорема доказана. Сформулируем алгоритм применения признака перпендикулярности прямой и плоскости. Первый пункт алгоритма — это выделить прямую и плоскость, перпендикулярность которых нужно доказать. Далее в плоскости нужно выбрать две пересекающиеся прямые. И последний пункт алгоритма — доказать перпендикулярность данной прямой выбранным пересекающимся прямым. А для чего же применяется определение? Определение перпендикулярности прямой и плоскости применяется для доказательства перпендикулярности прямых. Если одна из двух прямых лежит в плоскости, а другая перпендикулярна плоскости, то эти прямые перпендикулярны. Признак перпендикулярности прямой и плоскости применяется для доказательства перпендикулярности прямой и плоскости. Подведем итог. В каком случае мы используем определение перпендикулярности прямой и плоскости? Когда нам нужно доказать перпендикулярность прямой, лежащей в плоскости, и прямой перпендикулярной этой плоскости. А в каком случае мы используем признак перпендикулярности прямой и плоскости? Для доказательства перпендикулярности прямой и плоскости. Переходим к решению задач. При решении задач советую поставить данное видео на паузу для размышлений. Задача номер один. Прямая L перпендикулярна двум прямым, лежащим в плоскости α. Верно ли утверждение, что прямая L перпендикулярна плоскости α? Не всегда. В каких случаях это утверждение верно? Верно, если прямые, лежащие в плоскости, пересекаются. Задача номер два. Дан прямоугольник BMDC, точка M не принадлежит плоскости ABC. Прямая MB перпендикулярна прямой AB. Необходимо доказать, что прямая MB перпендикулярна плоскости ABC. Чем нужно воспользоваться, чтобы доказать, что прямая перпендикулярна? Нужно воспользоваться признаком перпендикулярности прямой и плоскости. Будем осуществлять доказательства согласно алгоритму. Что требуется в первом пункте? Выделить прямую и плоскость. Укажите, какие это прямая и плоскость. Прямая MB и плоскость ABC. Выполним второй пункт алгоритма. Выберем две пересекающиеся прямые плоскости ABC перпендикулярны прямой MB. Есть ли у нас такие прямые? Есть прямая AB по условию перпендикулярна прямой MB. Какой еще прямой перпендикулярна прямой MB? Она перпендикулярна прямой BC, так как BMDC прямоугольник. Какой вывод можно сделать из перпендикулярности прямой BM и прямых AB и CD? MB перпендикулярна плоскости ABC по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Рассмотрим следующую задачу. Покажем, что в кубе ABCD A1B1C1D1 прямая AB перпендикулярна плоскости грани BB1C1C. Чем нужно воспользоваться, чтобы доказать, что прямая перпендикулярна плоскости? Воспользуемся признаком. Применим алгоритм. Каким будет первый шаг? Первый шаг – это выделить прямой и плоскость, перпендикулярность которых нужно доказать. Прямая AB и плоскость BCB1C1. Какой второй шаг алгоритма? В плоскости выбрать две пересекающиеся прямые. Какие это будут прямые? Это прямые BC и BB1. Рассмотрим прямые AB и BC. Что можно сказать о их взаимном расположении? Прямая AB перпендикулярна BC, так как грань ABCD квадрат. Рассмотрим прямые AB и BB1. Прямая AB перпендикулярна BB1, так как грань AB1C1C квадрат. Какой можно сделать вывод? Прямая AB перпендикулярна двум пересекающейся прямой плоскости грани BCB1C1. Тогда по признаку перпендикулярности прямой плоскости прямая AB перпендикулярна плоскости грани BCB1C1. Можно сделать вывод, что каждое ребро куба перпендикулярно двум его граням. Ключевая задача номер 2. Покажем, что в кубе ABCDA1B1C1D1 прямая B1C перпендикулярна плоскости сечения ABC1D1. Прямые B1C1 и BC1 перпендикулярны как диагонали квадрата. Что можно сказать про прямую AB и грань BB1C1C? Прямая AB перпендикулярна грани BB1C1C по первой ключевой задаче. А значит, по определению перпендикулярности прямой и плоскости перпендикулярна прямой B1C. Какой из этого можно сделать вывод? Значит, прямая B1C перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости сечения ABC1D1. Можно ли утверждать, что прямая B1C перпендикулярна плоскости сечения ABC1D1? Да, можно. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Можно сказать, что диагонали грани куба перпендикулярны плоскости, проходящей через другую диагональ этой грани. Ключевая задача номер 3 Покажем, что в кубе АВСДА1В1С1Д1 прямая А1С перпендикулярна плоскости сечения АВ1Д1 Можно ли сказать, что прямая АВ1 перпендикулярна сечению ВСД1А1? Да, можно, по второй ключевой задаче Что из этого следует? Прямая АВ1 перпендикулярна прямой А1С по определению перпендикулярности прямой и плоскости Можно ли сказать, что прямая АВ1Д1 перпендикулярна сечению АСС1А1? Можно, по второй ключевой задаче Значит, прямая АВ1Д1 перпендикулярна прямой А1С по определению перпендикулярности прямой и плоскости Получили, что прямая А1С перпендикулярна двум прямым плоскостям сечения АВ1Д1. Какое из этого можно сделать? Тогда по признаку перпендикулярности прямой плоскости прямая А1С перпендикулярна плоскости сечения АВ1Д1. Из данной задачи можно утверждать, что диагональ куба перпендикулярна плоскости, проходящей через концы трех ребер куба, выходящих из одной и той же вершины. Для выполнения диагностической работы предлагаю поставить данное видео на паузу. Домашнее задание. Вам необходимо выполнить представленную задачу, а также номер 216 из вашего учебного пособия. Предлагаю вам ознакомиться с еще одним доказательством теоремы, то есть признака перпендикулярности прямой и плоскости на странице 87 учебника. Всего хорошего!